Бронетанковые силы ДНР оказались в ловушке ВСУ. Переброска танков ДНР на фронт оказалась роковой ошибкой. После того, как силой самопровозглашенной ДНР направили на фронт свои бронетанковые силы, стало известно о том, что для танков и бронетехники ополченцев ВСУ подготовили ловушку. Появление техники на открытых позициях позволило украинским военным получить объективные данные для нанесения ударов беспилотниками, противотанковыми ракетными комплексами, а также средствами ствольной и реактивной артиллерии. На данный момент известно о том, что в районе так называемой зоны деэскалации находится сразу несколько украинских беспилотников, которые очевидно контролируют ситуацию для нанесения ударов. Такие действия со стороны ВСУ могут фактически уничтожить всю оборону ДНР, что дает возможность для прорыва на территорию самопровозглашенной республики. Известно, что в ходе дневной атаки силы ВСУ потеряли как минимум одного военнослужащего, в то время как потери среди ополченцев ДНР, по данным украинской стороны, достигли как минимум 12 человек. При этом часть ополченцев была захвачена украинскими военными. Запримечательным является тот факт, что ВСУ активно начали использовать ударные беспилотные летательные аппараты «Байрактар ТБ-2». Последние не только ведут мониторинг обстановки, но и наносят удары по позициям сил ДНР. Красная линия Тегерана Минская группа АБСЕ пока хранит молчание. Но неожиданно высказался Иран, один из основных партнеров и Армении, и Азербайджана. Граница с Арменией – красная линия для Тегерана. Баку продолжает попытки захватить армянские южные рубежи силовым путем. «Мы беспокоены тем, что это может отрезать от нас Ереван», – отметил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. После подписания в ноябре трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, иранские власти не делали громких заявлений. Хотя пока шла война, Тегеран регулярно комментировал ход событий. Исламскую республику возмущало, что снаряды долетают до ее территории. Но режим Эйталы не выражал симпатии к какой-либо стороне. «Ереван наш сосед, а с Баку мы связаны религией, историей и культурой. Это вооруженное противостояние не в наших интересах», – говорил советник по международным делам духовного лидера Ирана Али Акбар Велайте. Перед прекращением огня Тегеран выразился конкретнее. «Нас беспокоит судьба Азербайджана, и мы поддерживаем его территориальную целостность. Оккупированные районы должны быть освобождены», – сообщил МИД Ирана. Армянские власти сочли, что это направлено на внутреннюю аудиторию. На севере Ирана живут до 30 миллионов этнических азербайджанцев. Они требовали от Айталы поддержать Баку и закрыть Ирано-армянскую границу. Возникла внутри политическая напряженность, и Тегеран не смог промолчать. Дорога жизни Иран граничит и с Арменией, и с Азербайджаном. При этом со всеми государствами Закавказья Тегеран поддерживал рабочие отношения. С Баку иранцы много лет реализуют проект в север, юг, предполагающий строительство железных дорог, которые свяжут Иран, Азербайджан и Россию. С Ереваном – активная торговля, в Ире – большая армянская диаспора. Взаимодействие с Арменией иранцы расценивают и как противовес крепнущей дружбе Азербайджана и Турции. Между Тегераном и Анкарой – негласная конкуренция за лидерство на Ближнем Востоке. В начале 90-х страны соперничали из-за влияния на Южном Кавказе. Начавшаяся демаркация насторожила Иран. Тегеран и Ереван – стратегические партнеры. После объявленных Западом антииранских санкций Армения для Ири – последние ворота в Европу. Иранцы ведут активную финансовую деятельность в Армении, оформляют сделки с другими странами. Южный участок армяно-азербайджанской границы близко от Ирана. Если закроется ирано-армянский рубеж, пострадает экономика, объясняет РИА новости российский кавказовец Нурлан Гасамов. Недалеко и армянские мегри, через которые проходит узкая дорога на Нахичевань. Если демаркация сопьется, это может заблокировать Тегерану выход на Армению. Налицо прямая угроза экономическим интересам. Надо договариваться с Баку, но это признание усиления Азербайджана и Турции в регионе. Иран такого не хочет. Отсюда и высказывание в поддержку Армении рассуждает эксперт. Тегеран скептически относится к проекту Зангизурского коридора, хотя новая трасса откроет альтернативные маршруты в Армению. Зангизурский коридор свяжет Ереван и Тегеран через азербайджанские Нахичевань и Джульфу. Но Армения получит выход и на другие страны, что вызывает у иранцев ревность. Ведь сейчас для армян в Иране дорога жизни, отмечает Гасамов. Открыть Армению Армянский политолог Аршалус Эмгдесян согласен, что Зангизурский коридор не в интересах Ирана. Но приводит другие аргументы. Азербайджан связан с Нахичеванью через иранскую территорию. Транзитного статуса в Тегеране не хотят лишиться. Кроме того, там опасаются, что Баку и Анкара укрепятся в Сюникской области. А Сюник – это выход в Грузию, потом в Европу. Эмгдесян полагает, что Иран поддержит требования Армении о разблокировке всех транспортных маршрутов, а не только через Сюникскую область. Так называемый Зангизурский коридор не выгоден Еревану. Наоборот, он может еще больше изолировать страну. Дело в том, что армянские железные дороги не доходят до Сюника. Значит, мы не сможем им воспользоваться. Дотягивать пути дорого и сложно. Там горы, пришлось бы бурить множество подземных тоннелей, говорит политолог. Ведь есть дорога из армянского Иджевана в азербайджанских газах к Каспийскому побережью. Кроме того, при Союзе были маршруты из Армении по центральным районам Азербайджана и далее в Россию или Иран, добавляет собеседник. Если их перезапустят, Армения поверит, что ее территориальной ценности ничто не угрожает. По мнению эксперта, зацикленность на Загнезурском коридоре лишь усиливает опасения Еревана. В Карвачарском районе, перешедшем под контроль Азербайджана, при взрыве мины погибли два азербайджанских журналиста. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ. В результате взрыва мины погибли оператор Астфсирадж Абишов и корреспондент информационного агентства Азертадж Магирам Ибрагимов. Разблокировка транспортных коридоров между Арменией и Азербайджаном под вопросом напряженность на границе не снижается. Ереван обвиняет соседей в незаконном вторжении. Баку уверяет, что проводит демаркацию на основе советских карт. В ситуацию вмешался Иран, усмотрев в ней опасность для себя. Чем чревато очередное обострение, разбиралась РИА Новости. Инициативы Пашиняна Трехсторонняя комиссия Армении, России и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций не может продолжать работу в таких условиях. «Ереван сделает все, чтобы проблемы на границе разрешились мирными и дипломатическими средствами», заявил ИА вице-премьера Армении Мгер Григорян. Никол Пашинян обратился за помощью к сопредседателям Минской группы АБСЕ России, Франции и США. Азербайджанцы на прошлой неделе захватили в плен шестерых армянских военных, назвав их диверсантами. Инцидент произошел в районе Селакут. Это Гигаркуникская область Армении, граничащая с Кельбаджарским районом, который в ноябре перешел под контроль Баку. Диверсанты пересекли государственную границу в двух направлениях. Подразделения азербайджанской армии приняли меры при попытке противника заминировать пути снабжения и проходы к нашим постам, объяснили в Минобороны Азербайджана. Ереван видит ситуацию иначе. Военных похитили с территории Армении, они взяли в плен. Они обустраивали границу и минировали прилегающие территории. Мины ставили с предупреждающими знаками. «Мы не смиримся с присутствием азербайджанских сил на нашей земле», подчеркнул Пашинян.